Дорогие друзья, здравствуйте, меня зовут Владимир Гольштейн, я нахожусь в студии за операторским пультом, а на связи у нас долгожданный Игорь Цесарский с одноименной программой, которая называется Радиоблог Игоря Цесарского. Здравствуйте, Игорь. Добрый день, Володя, добрый день, уважаемые радиослушатели. Итак, в эфире очередной выпуск Радиоблога и, во-первых, хочу напомнить о том, что существует, и уже это не новость, я неоднократно это уже озвучивал и вижу, что не зря, существует ТВ-клуб Континент, он происходит в Ютубе, и там в рамках этого ТВ-клуба происходят встречи с очень интересными людьми самых разных профессий, скажем так, ну в основном это политологи, писатели, журналисты и так далее, и политики в том числе. И там мы обсуждаем какие-то злободневные вопросы, в общем, милости просим, подписывайтесь, слушайте, задавайте какие-то свои вопросы, пишите пожелания, и мы попробуем все это использовать в своих передачах следующих. Ну а сейчас я хотел бы представить свою гостью, это известный журналист из Израиля, публицист Лиза Юдин. Лиза, добрый вечер. Добрый вечер. Вот, я, готовясь к этой передаче, просматривал и в том числе нашу предыдущую беседу, и, в общем-то, такая вещь произошла не только в беседу с тобой, но и в беседу, которая была, я думаю, многие наши слушатели помнят этот разговор с Ларисой Амир. Это было несколько месяцев назад, и вот прошло буквально какое-то время. Обычно время, имея обыкновение, длится так, что или мы не замечаем, или наоборот тянется что-то от какого-то, от точки А до точки Б чрезвычайно долго. Но тут у меня возникло ощущение, что экспресс набирает какой-то ход, и почему я этот образ использую? Потому что буквально вот совсем недавно возникло движение, общественно-политическое движение. Я боюсь, может, ты меня тогда поправишь, если я не там сделаю ударение. Называется оно Нура-де-Либо, или как? Нура-де-Либо, да. Нура-де-Либо. Нура-де-Либо, значит, я правильно произнес. Так вот, что в переводе с эврита огонь сердца. Если вы не циклите, Игорь, царамини. Царамини, да, 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 царамини. Вот, ну, тем не менее. И вот это общественно-политическое движение непосредственно связано с именем Игаль Амира, который, как знают наши радиослушатели, интересующиеся Израилем, несомненно. Потому что для других эта тема может быть далекая и неинтересная. Так вот, наши радиослушатели знают, что Игаль получил пожизненное заключение, но кроме этого вышел закон, специально сделанный в стране под одного человека, который предполагает это заключение бессрочным. То есть, в отличие от любых арабских террористов, Игаль не может быть помилован, не может быть пересмотрено дело в суде и так далее и тому подобное. Об этом мы очень подробно говорили с Ларисой вот несколько месяцев назад. И вот буквально после того разговора проходит время, я обнаруживаю в Фейсбуке. Ну, как обнаруживаю, мы общаемся периодически, поэтому я не случайно это все увидел, чтобы появилась группа. И, ну, подписавшись туда, я теперь захожу, вижу, что там происходит. Более того, в нашем континенте вышло то самое открытое письмо, о котором ты, наверное, расскажешь, так же, как и о группе. И так же, как о самом, конечно, движении, потому что я считаю, что это большой шаг, ну, по крайней мере, с того времени, как я слежу за этим, за этой ситуацией. Пожалуйста, Лиза. Вот уже больше 24 лет в одиночке находятся главные заключенные государства Израиль и Галь Амир, обвиненный в убийстве премьер-министра Ицхака Рабина 4 ноября 1995 года на площади царей Израилевых. Вы уж извините, площадью Рабина я эту площадь так называть и не буду. Для меня она осталась площадь царей Израилевых. Вот. И Галь Амир получил пожизненное заключение плюс 14 лет. Пожизненное заключение – это не имеется в виду, как многие думают и не понимают, значит, что он там до конца жизни будет, а потом что, 14 лет. Нет, пожизненное заключение – это бессрочное заключение. Обычно те, кто его получают, отбывшие две трети наказания имеют право обратиться в комиссию, в специальную комиссию о снижении срока и так далее и тому подобное. Через ретрактивно, через 8 лет выходит специальный закон, касающийся одного человека, и вот этот закон Игаля Амира, который запрещает ему обращаться в эту комиссию. Но при этом он не запрещает обращаться за помилованием к президенту страны. Но тут, значит, есть такая вот небольшая хитрость. Помилование, оно должно быть с раскаянием. Дело в том, что Игаля Амира никто не отрицает, и он сам это никогда не отрицал. Он стрелял в Рабина. Он действительно стрелял в Рабина. Не за тем, чтобы его убить, за тем, чтобы, поэтому и стрелял в спину, надеясь попасть в позвоночник, чтобы просто вывести его из политической арены. Убил Игаля Амира Рабина или не убил, это очень большие вопросы, потому что я не буду сейчас в это удаляться, потому что это можно говорить сутками. Вот, там куча, огромная куча нестыковок. Значит, разнятся показания свидетелей. И один из основных свидетелей трижды давал показания, все показания. Он давал показания на суде, он давал показания на комиссии Шамгара. Показания разные. Не сходится время там, если действительно Рабин умер от того, как от выстрела Фигаля, каким же образом он встал, и все это видели, и это есть, и пошел спокойно к машине. Вот, человек получил по полной программе 24 года за покушение, столько не дают, 24 года одиночки. Ну, его же за убийство осудили, никто же не говорит там покушать. Это недоказанное убийство. Да недоказанное, ну, а что суд? Вот напомню, слушателям, как суд? А арабские террористы, которые имеют по несколько пожизненных сроков, и которые имеют по одному пожизненному сроку, они же не сидят там. Они так не сидят, они не сидят в таких условиях. Вот, пожалуйста, сегодня вышла эта знаменитая фотография, которую опубликовал очень известный в Израиле, очень популярный правый блогер по кличке Цель. Это в переводе на русский язык Тень. Вот он сидит за убийство целой семьи. К нему приехали мама, папа, они вместе фотографируются. Все это выставляется в социальные сети, все это здорово и радостно. Просто праздник души какой-то. Да, я, кстати, еще не сделал перепост, я сделаю перепост, кто захочет, посмотрите. Это совершенно вызывает какой-то, ну, я не знаю, большой гнев какой-то, потому что невозможно на это смотреть. Как так? Маруан Баргутти, пять пожизненных сроков, пять пожизненных сроков, дает интервью по телефону, несанкционированное интервью, и получает за это пять дней карцера. Игаль получает, причем, что Игаль не знал, что он, то есть журналистка, которая с ним разговаривала, клятвенно ему пообещала, что интервью не выйдет. Игаль получает полгода карцера, в какой мы стране живем, сколько можно. И все молчат, молчат, потому что Игаль, Амир, это бренд, это страшный, ужасный бренд. Но сколько можно молчать? Сколько можно молчать? И вот что, собственно, вы сделали? Из человека сделали, перевернув все с ног на голову, из него просто сделали какое-то пугало. Почему? Да потому что боятся, что если он заговорит, то очень многие люди поймут, что это человек. И если вот сейчас мы начали публиковать перевод на русский язык показаний Игаль на комиссии Шамгара, это вот тогда, где он рассказывает, как он к этому пришел, как на два года они боролись, и никто на них не обращал внимания, в Израиле левая пресса. Если пресса не обращает внимания, вся ваша борьба, это ничего не значит. И голодовки, и забастовки, и перекрывали дороги, и демонстрации, и все, когда шла речь о принятии эскема осла. На это же никто не обращал никакого вообще внимания. То есть если ваши слушатели пользуются Фейсбуком, а они пользуются, они могут найти эти показания, перевели на русский язык, и там настолько... Я человек, который не очень такой вот эмоциональный в плане плакать там или еще что-то, но там есть моменты, рассказывает сами Галеву показания комиссии. Вот. Когда просто мороз по коже продирает. Просто мороз по коже продирает. И те, кто здесь был в то время, а я уже была в Израиле в то время, помнят эту страшную, эту жуткую атмосферу абсолютной безысходности, когда сюда ввозится Арафат, когда передается полицейским якобы, палестинская полиция, десятки тысяч оружия. И что мы сегодня имеем? И что мы сегодня имеем? Мы сегодня имеем Хамас в Азии, обстрелы, шарики, теракты. И все молчат. И он все равно убил Рабина, убил кто... Ну, это кому как нравится. Кто-то говорит, убил Рабина, кто-то говорит, убил демократию. А какой демократии вообще речь шла? А какой демократии тогда шла речь, когда никто никого не слушал, а голоса депутатов КНЕС это просто покупались? Ну вот, прошло 24 года. Я вам скажу, что два года тому назад делом Гали Амера пыталась заняться группа швейцарских адвокатов. И я давно в этом деле. Не пришла вот, когда группа создавалась. И они попросили нас создать общественное мнение, ну, естественно, чтобы было легче работать. И мы выступили в Фейсбуке с материалами, и это был глаз вопиющего в пустыне. Просто глаз вопиющего в пустыне. С группой швейцарцев ничего не получилось, не по этой, конечно, причине, потому что они немножко не понимали, куда они попали и что. Вот проходит два года, и мы выпускаем... И на этих же материалах, на этих же материалах поднимается вот такая вот... Мы выпускаем их в Фейсбуке, и тут поднимается такая вот волна. Ну, я это называю одним коротким словом. Ну, достало. Ну, сколько можно бояться? Ну, сколько можно бояться? Сколько можно терпеть это вранье? Сплошное вранье? Израильские СМИ – это сплошное вранье. Сколько можно терпеть то, что народ выбирает правые партии, а заправляет в стране все равно левая элита? Сколько можно терпеть, что судебная система, особенно в так называемый высший суд справедливости, это абсолютное орудие в руках левых элит? Ну, достало. Правильно сказал один мудрый человек. Вы можете выбрать хоть все 120 депутатов КНЕС. Это правых, порядочнейших, великолепных людей. Но пока не изменится история с богатством, это вот высший суд справедливости, они могут только целоваться друг другом в зёстках. Все самые замечательные законы будут зарублены. Вот, Лиза, интересная такая штука. И вот это всё, что с выборами происходит. Тут выбирали, выбирали. Тут выбрали. Тут опять не могут договориться. Давайте опять очередные выборы. Во-первых, это огромные деньги. Во-вторых, страну просто лихорадят от этого. Просто лихорадят. Ну, о выборах мы отдельно ещё поговорим. Но вот у меня ощущение такое возникло в связи со всем происходящим именно в деле Игаля Мира, что его фамилия для некоторых, я уж не говорю о политиках, даже для журналистов. Ну, казалось бы, журналист должен быть более независимым. Они вот, ну, как у нас пресловутый Н-ворд, это лучше к стенке стать и сказать, расстреляй меня, чем произнести. Так и здесь. Они даже боятся его произнести, не говоря уж о том, чтобы напечатать что-либо, идущее вразрез вот с этим утверждённым и многими печатями закреплённым вот мнением, что человек должен сидеть. Боятся. Конечно, все боятся. Боятся. Ну, я, конечно, не все боятся, есть люди. Но в основном боятся, а они потеряют работу. Все СМИ Израиля, практически все СМИ Израиля, практически все СМИ Израиля находятся под влиянием левым. Хотите кушать, хотите намазывать хлеб с маслом, извините, делайте то, что вам говорят, какой галямир. Какой галямир. То есть... Он там очень безопасен. Он безопасен там. Потому что он молчит. Всё. Вот. Ну, а что касается политиков, значит, если даже... Ну, вот ты мне говорила о правах. Всё-таки партиях, которые, ну, называют так себя, и где-то у которых повестка дня правая. Но даже они, никто из них не отважится поднять. Хотя бы вопрос поднять. Я не говорю решить, поднять. Мы, когда создавали это движение, это общественно-политическое движение, то есть у нас была, конечно, такая мысль, что мы сможем договориться с кем-то из... Кто-то из правых заинтересуется, из правых партий. Ну, наверное. И мы вместе, потому что вы же понимаете, что общественно-политическое движение, оно не имеет тех инструментов, которые имеют депутаты КНЕСК. И если не связываться ни с кем из политиков, то мы будем радостно и долго и мудро обсуждать все наши проблемы в Фейсбуке, ещё где-нибудь. А Игаль будет продолжать сидеть, а СМИ будут продолжать врать, а Ослиное соглашение будет продолжать, хотя его уже давным-давно, по идее, нет, оно уже было подписано, это как бы временно. А всё это будет продолжаться, оно же всё очень завязано. И, конечно, у нас такая надежда была. Ничего подобного. Даже самые правые, которые называют себя правыми, как только слышат это имя, все растворяются. Все растворяются. Почему? Потому что боятся. Чего боятся? Естественно, они не боятся преследований там. Они боятся, что как только они возьмут это имя на вооружение, всё, дорога в Кнефет закрыта. Да. Была такая советская песенка, помнишь, «Бей своих, чтоб чужие боялись». Чужие боялись, конечно. Это вот как ни крути, эта фраза очень подходит под ситуацию, потому что получается так, что трижды ублюдочный террорист, у которого полокольцы руки в крови, он не вызывает столь яростного какого-то осуждения, чем человек, который, да, мы не говорим, что он сделал что-либо правильно, пойдя на этот шаг, да? Но с другой стороны... У него мысль не было. Это человек, который пожертвовал собой. Да, пожертвовал собой. В смысле этого слова. Если ещё раз я говорю, я очень рекомендую действительно тем, кто действительно интересуется прочитать показания Галина комиссии Шамгара и просто хотя бы представить ту ситуацию и ту обстановку, которая была в Израиле в то время. Они перепробовали всё. Всё, что только можно. На них никто не обращал внимания. Это всё ничего не дало. Ну, учитывая, что... Мы так были сегодня. Да. Значит, мы просто для того, чтобы как-то наши слушатели опять же повторяют те, кто интересуется и Израилем, и, соответственно, этим вопросом. Кому не безразлична судьба человека, осуждённого на пожизненное заключение. Вы, пожалуйста, зайдите. Если вы... Если говорить о Фейсбуке, это ещё раз повторю. Ну, рода-либо. Так и наберёте по-русски и сразу вы идите куда надо, да? Да. Обычно там, в этой группе вы можете без проблем записаться и быть... Читать все мои стрелы. Комментируйте, спорьте. Ваше право. Но, по крайней мере, хуже всего, когда что-либо замалчивается, что-либо как бы выводится из обращения. Я понимаю, что политикам и многим тем, кто рулит, так сказать, приятнее было бы, чтобы вообще не было никакого шороха в этом направлении. Мол, и так, и без Игаля проблем в стране хватает. Наверное, так. Дело в том, что мы ставим... У нас основные четыре точки, не только Игаль. Но эти все точки абсолютно между... Крепчайшим образом между собой связаны. это соглашение ВОСЛА, за которое никто... Которые уже даже самые левые политики говорят, что это была ошибка. Это была не ошибка. Это было преступление. Ошибка – это тогда, когда человек случайно ошибся. Это было подготовленное преступление. Никто за это не ответил. Некоторые уже... Не буду упоминать. Ушли из жизни. Но есть еще и те, кто жив. И никто за это не ответил. Никто. Обвалился потолок в банкетном зале. Создается комиссия, идет расследование. Помните, когда мост на Макабиаде? Создали тут же комиссию, идет расследование. Продали полстраны. Ничего. Все нормально. Все замечательно. Все хорошо. Никто за это не ответил. Дальше. То, что я говорила. Вторая наша больная точка. Это судебная система и высший суд справедливости. И третья наша точка – это плюрализм в СМИ. Потому что я не могу сейчас сказать точно цифры, но наши ребята перевели с эврита на русские статью одного из серьезных аналитиков, где он просто приводит в цифрах, сколько процентов все, правда, годы, вот когда было соглашение ОСЛА, занимали правые материалы и сколько левые. И сегодня практически ничего не изменилось. Сегодня практически. Лиза, это сочувствую, но у нас ситуация такова же. Так что, ну, мы об этом поговорим, наверное, уже после перерыва. Сейчас послушаем нужные и важные объявления, а потом через несколько минут вернемся. И если у кого-то из наших слушателей будут вопросы какие-то, то наши гости и я с удовольствием ответим. Ну что ж, друзья, мы продолжаем программу Радиоблог с Игорем Цесарским. Игорь, пожалуйста. Алло, алло. Да, можно продолжать, Игорь, пожалуйста. Да, добрый день еще раз. Итак, передача Радиоблог. Я Игорь Цесарский и моя собеседница из Израиля, публицист Лиза Юдин. Игорь, у нас уже есть звонок, можем принять. Есть звонки, да, пожалуйста. Слушаем вас в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, у меня больше может быть попытка поговорить. Вы сказали, 24 года просидел Ингалямир, а Пуэрт просидел 30. Вообще ни за что. Вообще. Понимаете, это как бы идет война против Израиля. Те, кто помогают стране, сидят, как говорится, на вечном заключении. Вот. А вот насчет того, что он ну как правильно, неправильно он сделал. Я считаю, что он правильно сделал, но он немножко ошибся целью. Стрелять надо было в Переса. Хотя сам Рабин это тоже хороший преступник. Начиная с того, что он стрелял в своих собственных граждан, когда они привезли Израилю оружие. Оружие? Ну, вы знаете, о чем я говорю. Потому что он открыл огонь по кораблю. Хорошо. Все. Спасибо. Вот так. А кто-то сейчас еще добавит, что лучше вообще двоих сразу там. Ну, короче. У нас еще звонок есть. А еще и Арафата, так вообще бог любит троицу, как кто-то говорит. Арафата на том митинге не было. Не было. У нас еще сразу есть звонки, Игорь, можем. Да, пожалуйста, принимаем. Спасибо. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Я в это время жила в Израиле и следила за прессой. И в газете Вести было интервью на два разворота двух хирургов, которые оперировали Рабина. Один был евритоговорящий, ну это Абли, как это там. А второй русскоязычный. Две статьи, которые оба говорили, что он убит в упор спереди, то есть ранен, ну смертельно, в упор спереди. Понимаете, его прикончили в машине. В упор, прямо вот так. Значит, теперь его телохранитель, это он же как он, служащий шабака, правильно? Которому семья Рабина доверяла как, ну самим себе. Он себе ранил, не он себе, ему ранили, не знаю, у него рука была ранена для, ну как сказать, для приличия просто так вот. И Лия, я помню, жена Рабина, она сказала, я, она выступала и говорила, я все сделаю, я это расследую, и так-то-то-то. И потом она воткнулась. И причину знаю, я уверена, знают его дети Рабина. Вот. И еще есть, потом, как вам сказать, Рабина надо убрать, потому что он хотел что-то, там шабак замешан. Вот у Виктора Тапавера по поводу вот этого убийства есть очень хорошее, он как бы, как дедектив написан, но там правды там, как вам сказать, истина там, вот там все-таки истина таится. дело в собаке. Спасибо вам, извините, давайте мы еще это совпадение, что там они молились. Спасибо вам большое, спасибо. Ну, я сама слыхала. Спасибо. Спасибо, потому что я понимаю, это то, что могла Лиза вам рассказать, естественно, но мы полагаем, что многим известны вот эти факты, которые вопиющие, но мы их специально, чтобы обратить внимание на что-то другое и новое, поэтому спасибо вам за ваше замечание. Это просто очень интересно. Это немножко касается того, что сказала сейчас ваша слушательница. Значит, в СМИ был опубликован отрывок, это вот недавно, это я к чему говорю, насколько людей считают просто, вот нас считают просто за какой-то баранье стадо. Совершенно не стесняясь отрывок из книги профессора, не буду ее называть, не помню точно, она называется «Через мой труп», и это книга о работе Абукабира, это Институт судебно-медицинской экспертизы, и вот отрывок касающийся Рабина был опубликован спокойно в прессе, вы даже не постеснялись, понимаешь, там, где патолога анатом говорит о том, что, когда мы зашли туда, и прямо от тела чуть ли не свет шел, и они вскрыли тело, и тело, ну там, значит, просто Иисус Христос отдыхает, вот, но самое главное, интервьюер задает вопрос, вскрывали череп, он говорит, нет, как можно, как можно вскрывать череп Рабина, а внутренности вынимали, нет, как можно, тогда она задает вопрос, так получается, что вскрытие было сделано не по протоколу, то есть, убийство главы страны, главы правительства, вскрытие, ну, конечно, ну, как можно, и это, не стесняясь, публикуется в прессе, ну, о чем тут скажешь, у нас есть звонки, Володя? Мы вас слушаем, здравствуйте. Здравствуйте, вы знаете, я тоже очень много читала, и все то, что вы говорите, я тоже это читала, и, конечно, Игорь Амир, это честь и совесть, и, как бы, святой человек, который сидит за, как бы, за всех, за весь Израиль, честный, порядочный Израиль, да, но с другой стороны, посмотрите, левачье, вот это сволочи, на самом деле, оно захватило, вот, действительно, средства массовой информации, систему образования, суды, и все прочее, и у вас, и у нас, и в Европе, то же самое, а народ, как бы, безмолвствует, то есть, вот то, что мы когда-то думали, только, что русский народ такое, оказывается, не только русский народ, и чем лучше экономика, тем народ становится все больше похож на просто быдло, и поэтому, какой выход из этой ситуации, даже очень трудно представить, в общем-то, ну, выборы, но посмотрите, что у вас сейчас делается, и что у нас делается, это гебельсовская пропаганда, и все прочее, поэтому, не знаю, конечно, всей душой болею за то, чтобы у вас все получилось, и чтобы и Галли Амир, в конце концов, его, как бы, выпустили, и он, если уж не герои, не сделали из него героев, потому что, конечно, не сделают, потому что столько было, так сказать, на него навешано, всех преступлений, которые они совершили, те, которые его, как бы, обвинили, поэтому, ну, вот такое вот у меня мнение, спасибо. Я вам скажу, на комиссии Шамгара, последние слова Игаля, Арафат получает, не обвинивскую, Арафат, которого, не по плечи, а выше головы, руки в еврейской крови, получает, но обвинивскую премию мира, а я останусь в истории, мерзким убийцей, это слова самого Игаля, на показания, на комиссиях Шамгара, ну, как это можно терпеть, ну, сколько это можно терпеть? Я хочу сказать еще одну, очень важную вещь, Игорь, буквально два слова. Да, понятно. Сегодня мы общественно-политическое движение, которое называется НУРА ДЕЛИБА, но мы посмотрим, как будут разворачиваться события, и если мы не найдем понимания и поддержки правых, других партиях и движениях, мы будем регистрировать партию и будем идти на выборы. все зависит от того, как будут развиваться события. Мы сегодня разослали вот это письмо, которое вы уже поставили во все ивритские, во все СМИ на иврите, и в печатные, и в интернет-СМИ. Посмотрим, как будут разворачиваться события. Мы будем рассматривать вопрос о регистрации партии. Это очень ответственное заявление, и я думаю, что, судя по тому, что происходит, скорее всего, это и произойдет именно так, потому что вы вряд ли сразу найдете. Это потом, когда будет успех, там очень много сразу будет дополнительных вагончиков прицепляться, как это по жизни бывает часто. Но, скажи, пожалуйста, вот помимо тех людей, ну вот я в Фейсбуке кого наблюдаю и так далее, вот как много публикаций уже вышло именно в израильской и именно в ивритской прессе? Ни одной. Не одной? Ну я хочу сказать. Нет, нет, ни одной. Мы только сегодня, вот буквально два часа тому назад закончили рассылку этого письма в прессе в СМИ Израиля, на иврите. Вот. Значит, вышла на нескольких сайтах. В газетах еще ничего не вышло. И теперь я говорю о русскоязычном, потому что русскоязычном мы раскладываем несколько раньше. Вышла на нескольких сайтах. Вот. И все. Люди очень сильно, очень сильно и очень много распространяют люди. Мы, честно говоря, когда начали подписывать это письмо, но мы думали подписи 100 и хватит. То есть письмо мы отправили 302 подписи, подписи нас попросили не закрывать и подписи продолжают поступать. Группе, которая была открыта, я вам скажу точно какого числа, 25 мая, сегодня уже 620 человек. Причем, насколько я знаю, вы туда особо не приглашаете, люди приходят сами многие. Приходят сами. Вот. Это при том, что, ну, давайте скажем, это самая острая и самая больная и самая черная тема, наверное, в Израиле. Да не, а точно. Я так понимаю, что, несомненно, эта реакция какая-то будет. Чем больше людей будет вовлекаться, тем больше шансов, что будет реакция. Какую ты реакцию ждешь от официальных лиц, от медиа, от политиков? Ну, честно говоря, мы ждем уж от грязи. Да, то есть... Мы ждем уж от грязи, вот, от наших СМИ другого ждать не приходится. Ну, а им не удастся замолчать. Вот что важно. Уж от грязи, я думаю, лучше пускай... Да, да, да. О чем мы говорили. Лучше пускай будет уш от грязи, вот, но, может, удастся замолчать. Ну, получили они от нас это письмо. И засунули его, и не опубликовали. Вот. Значит, мы будем искать другие инструменты. Вот. И есть у нас наметки, есть у нас планы, но мы выйдем с этим. Мы пробьемся. Да. Мы этим по-любому. Потому что, наверное, все-таки, как правильно, как спасение, а можно сказать, это спасение жизни одного человека, это спасение, вообще-то, не только его, и не только его семьи. Конечно. Это куда больше. Конечно. Поэтому мы же берем вот этих четыре пункта, которые, ну, напрочь завязаны между собой. Нам есть люди, которые говорят, ну, для программы партии это мало, но не берем мы на себя то, чего мы не можем сделать. Мы не берем на себя, не обещаем ни здравоохранения, ни просвещения, ни безопасности. Это же пустые разговоры. Это же пустые разговоры. Мы конкретно берем четыре основополагающих, я считаю. Потому что еще раз я возвращаюсь к тому, что каждый раз народ выбирает правых, а страной правят левые. Ну да, получается некая бессмысленность, потому что, кстати, определение правой и левой у нас в Америке тоже любополучие происходят, как ты знаешь. То есть, республиканец, он может быть сто раз написано, но на лбу у него написано совсем другое, потому что, по действиям ни к какому республиканскому, консервативному это ровным счетом не имеет отношения. То есть, похожая ситуация. Ну, понятно, это вообще-то тренд как бы всемирный. Мы знаем, что так называемый левый интернационал, это в действии, он уже с давних времен, и поэтому похожие вещи мы наблюдаем и у себя в стране, и в Европе. Естественно, Израиль недалеко от этого ушел. Ну, смотри, вот давай так. А? Кто, Володь? Я согласен. Ну, заодно я скажу, у нас есть звонок. Ну, пожалуйста. Мы вас слушаем. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу сказать по поводу Амира. Не хочу ничего повторять, потому что кто в теме, тот все знает. В принципе, это столетиями отработанный способ, когда идейный человек выбирается для определенной задачи, когда задача выполнена, его подставляют. Вот и все. И поэтому никому из распредержащих никоим образом не надо, чтобы эта железная маска вышла. Вот и все. Ну, да. Спасибо за ваш комментарий. Я думаю, что в нем есть определенный смысл. Еще звонок, да, Володь? Пока нет. А, просто у меня. Хорошо. Лиза, ну вот что-то по грядущим выборам, буквально несколько слов, потому что независимо. Вот есть такое впечатление, вот я тебя слушаю, да, и что вот как бы это не печально звучало, но какой-то большой разницы между теми и теми и теми. Ну, понятно, что большей частью наши радиослушатели все-таки с уважением относятся к премьеру нынешнему и считают, что ну, как бы неким образом из золуш, так сказать, если выбирать, то меньше, да. Что ты скажешь на сей счет? Дело в том, что, ну, израиль же не выбирает премьера, мы же выбираем панки. Ну, я имею ввиду, да. В итоге. Дело в том, что сегодня я бы сказала, что это самый настоящий кризис. Вот, честно говоря, даже комментировать нечего, даже рассказывать нечего. Сплошные вопли, крики, ругания, деления, разделения, откуда-то из глубины вылезли на поверхность те, про которые уже, в общем-то, и забыли, вот, как худбарак, солдат номер один, цепи ливни, ну, такое впечатление, честно говоря, «конец света». Непобиваемый, ну, хорошо. Эти сходятся, так называемые правые, сходятся, расходятся, что-то не делят, там соединяются, объединяются, потом разбегаются. Это, я живу в стране 29 лет. Честно говоря, такое состояние у меня впервые. У меня впервые. Я захожу на новости только потому, что я журналист. А если бы я работала не журналистом, я бы их даже не открывал. Не, ну, я не хотел эту тему, все-таки она, как бы, отдельно и не маленькая, но, ну, ну, раз мы уже заговорили еще и еще о чем-то, кроме заявленного, то, то, что происходило с эфиопскими, ну, назовем их так называемыми евреями, то, то это тоже выглядело совершенно дико. по крайней мере, тем более, что я не попала ни на одну из этих мероприятий, вот, так называемых мероприятий. Но все, кто туда попадали, все пишут, что там эфиопов было не такое же большое количество. Там была куча беженцев, нелегалов, там была куча арабов, и там сверкали наши всякие левые, мэры, коммунисты и так далее и тому подобное. Вот. У меня такое впечатление, что это хорошо подготовлено. Ими воспользовались? Я считаю, что их не просто воспользовались, их просто даже подготовили. Подготовили. То есть нужен был вот этот, так сказать, пусковой крючок, чтобы где-то сработал, чтобы вот эту всю вот историю. И это как-то связано с выборами, по-твоему? Или вообще? Да, я думаю, что это связано. Ну, в данном случае хорошо, что происходит? Допустим, мы говорим о том, что все, все плохо, все в кризисе, но, предположим, приходит вот такой персонаж, как Ганс, ну, условно, он собирает правительство, и туда же присоединяются еще вот эти все солдат номер один и прочие, ну, предположим, да? И что тогда? Ой, я даже в страшном сне, не знаю, не знаю, что сказать, что тогда. То есть... Не знаю, не могу сказать, что тогда. То есть, наверное, нота протеста посылается президенту Трампу, которого требуют в срочном порядке вернуть посольство в Тель-Авив. Так? Вполне возможно. Я даже в страшном сне не могу себе представить, что тогда. Вот я помню, когда пришел Раббит, и мы получили вот ослиное соглашение, которое до сих пор... Что будет... Что сделает Ганс в компании с Лапидом? Вот это разнузданная травля... Вот это разнузданная абсолютно травля религиозных. Ну... Если... Которое, в общем-то... Это же... Это же... Это же все просто какая-то... Это просто торговля. Это просто торговля. Это просто торговля. Лиза, у нас есть звоночек. Может, мы попробуем принять? Послушаем. Добрый день. Здравствуйте. Вы знаете, я какое-то время назад, неделю, наверное, три назад, прочитала, что... Извиняюсь. Дипстейт и Обама, в частности, значит, послал своего политтехнолога в Израиль для того, чтобы он работал на вот это Кохол, как он называется, вот, Бейганцы и всех прочих генералов партии, которая левая, выдающая себя за центристскую партию. Это же, вообще-то говоря, вмешательство во внутренние дела чужо-странной державы и это вмешательство в выборы. Что у вас делается по этому поводу, если вообще что-то делается и говорится ли об этом, ну и так далее. Спасибо. Эта новость была, она была во всех, о том, что политтехнолог Обамы будет работать с Кохоль-Лаван, с Ганцами, со всей этой компанией. Да, это было опубликовано и ничего. Ну, опубликовали, сообщили, и ничего. Ну и вводили. Запрещено, да? Тем более, наверное, по-прежнему имя нашего сорок четвертого у многих частей там, да? Сорок четвертый это ваша баба? Да, 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 предыдущий наш. Восьмилетнее счастье было, было долго. Мне, наверное, в жизни очень повезло, но я в основном общаюсь, да не в основном, я общаюсь с людьми, у которых это имя не в чести. А это, конечно, есть. А это, конечно, помнишь, 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 интервью последнее, когда мы обсуждали перенос посольства в Иерусалим. Да. Ну, тут очень много израильтян, какая-то часть израильтян была против этого, то, чего мы никак не можем понять. Ну, не, ну, на самом деле искать какую-то логику и вообще здравый смысл в том, что делает левая, как бы, как бы их назвать помягче, ну, не хотелось бы помягче, а ругаться в эфире не принято. Я скажу, когда-то несколько лет, ну, достаточное количество лет тому назад я разговаривала с одним достаточно известным политтехнологом, давай скажем так, и он мне сказал такую фразу, что левая идеология умерла. Я говорю, ты что-то несешь. Он мне говорит, я тебе несу про идеологию, а не про бабки, а не про деньги. Вот. Ну, вот ты знаешь... И мы сделали такую выборку, просто посмотрите, кто левый у нас из профессуры, из университета, вот такой. И там становится все очень понятно, кушать хочется. Вот. Кушать хочется. А, например, смотри, например, Лиза, у нас 20 секунд осталось буквально. Ну, вот, вот ответ, кушать хочется. Кушать хочется. Кушать хочется. Новый израильский фонд, публикации в Европе, все это самое, все эти европейские фонды и так далее. Кушать хочется. Все, ну, на этом мы заканчиваем. Пусть им хочется кушать, а твоему движению, в котором ты активно участвуешь, удачи, и дай Бог, чтобы все получилось. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо-что. Продолжение следует...